В Караганде снимают продолжение киноэпопеи «Путь лидера». Съемочная площадка развернулась на стадионе шахты имени Костенко. За футбольным матчем между командами «Металлург» и «Горняк» наблюдала Марина Золотарева. Стадион на фоне шахты. О таком удачном месте для съемки футбольного матча приходилось только мечтать, признается режиссер. Художники-декораторы чуть постарались и все окунулись в советскую эпоху. На съемки матча между «Металлургом» и «Горняком» потрачены полдня. А в картину войдут только полторы минуты. Это первый съемочный день в Караганде. Накануне закончили съемки в Москве. В Первопрестольной снимали главную сцену – судьбоносную встречу Нурсултана Назарбаева с Сусловым. Спецобъект. Получить разрешение организовать съемки не так просто. Но, слава Богу, благодаря авторитету нашего президента, нашей страны, все были с большим пониманием, оказали содействие в Кремле. Все эти съемки прошли успешно. Много было российских актеров, московских актеров. Четвертая серия «Секретарь парткома» будет длиться около двух часов. Фильм охватывает важную веху в биографии кассанского лидера. Это 70-е годы, когда «Металлургический комбинат» нужно было срочно поднимать. По мнению режиссера, именно тогда ковался характер будущего руководителя. Главный актер Нурлан Алимжанов тоже выглядит несколько иначе. Для съемок продолжения он немного поправился. Однако обаятельная улыбка осталась прежней. Я люблю романтичные сцены, ну, где любовь больше. А здесь нету, здесь особо нету такого сцена. Здесь чисто политический. Все-таки «Секретарь парткома» уже здесь уже больше ум, больше как бы именно политический мышление, все это, дальновидность. В «Шахтерском крае» актеры планируют отснять около 20 эпизодов. Далее группа отправится в Алматинскую область. Предполагается, что на большие экраны фильм «Секретарь парткома» выйдет к 1 декабря. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Осета Саинов, Карганда.